Герой нашего следующего сюжета привносит на дороге России яркие цвета автомобиля, оглушительный рев заряженных моторов, коллекционные образцы автопрома и даже выдуманные машины, которых кроме как в кино и не встретишь. Все это многообразие раз в году показывают на фестивале в Протасово, чтобы дать остальным возможность прикоснуться и сфотографироваться с железными конями 21 века. Григорий давно сбился со счета, уже не помнит, сколько автомобилей сменил за всю жизнь. Но эта советская «Волга» особая. Она была самой первой в коллекции. На протяжении нескольких лет он доводил ее до ума. Захотелось, чтобы плод трудов был виден другими людьми и как-то оценен, может кто-то посмотрел бы. Необычных моделей из числа ретро на фестивале было представлено немало. Чего стоит вот этот седан? Он родом из 80-х прошлого века. Такой на городских трассах встретишь нечасто. И это в отличие от ярких и амбициозных современных машин, раскрашенных в мыслимые и немыслимые оттенки. Аэрография теперь не в фаворе. Ей на смену пришла нестандартная роковая покраска. Пришло в сознание, что слишком мало ярких машин и в Москве, и в регионах. И поскольку я являюсь владельцем студии по оклейке, то решили развивать тенденцию по продвижению яркости в массы. Уникальный экспонат. Трехколесный байк на базе Харли Дэвидсон. А рядом совершенно необычный автомобиль. Его владелец приехал из Покрова. Воодушевленный некогда фильмом «Полицейская академия», он решил собрать точную копию машины из фильма. Два года потребовалось владельцу, чтобы отыскать ее в интернете. Марка Mercury Cougar LS. Такая вполне тянет на гангстерские авто из кинофильмов прошлого. В прошлом году я приезжал в Рязань и на посту ГАИ один инспектор остановил, попросил сфотографироваться. Даже документ не спросил. Эксперты уверяют, на пике моды матовое покрытие автомобилей, а еще зеркальный дизайн авто. Такие фестивали для влюбленных в машины – настоящее открытие. Ведь каждый экспонат можно было потрогать руками и примериться к рулю. Максим Ларин, Сергей Громотеев, Вести, Рязань.